Уже на протяжении многих лет экономические и культурные связи между Белоруссией и Китайской Народной Республикой развиваются и приобретают постоянный характер. В этом направлении работает и Первый регион. Между Брестской областью и провинцией Леонин действует договор о побратимских и дружеских отношениях. Взаимодействие находится на этапе выстраивания отношений, а потому визит китайской делегации в Брест – хороший шанс определить дорожную карту. Об этом не только говорили на встрече мэра города Бреста Сергея Лободинского. С вице-мэром правительства города Долянь в провинции Леонин Лэнсио-Эфеном и представителями официальных и бизнес-кругов. Мне кажется, что сегодняшняя встреча и подписание соглашения станет в дальнейшем способствовать расширению сотрудничества между двумя городами. И мы будем активно развивать все направления деятельности. От создания совместных предприятий, реализации проектов, инвестиционных договоров до развития туризма между городами Долянь и Брест. В этом заинтересованы обе стороны. И прежде всего, это на пользу наших народов. Долянь. Один из красивейших городов Китая находится на Леодун-Квантунском полуострове в северо-восточной части Китая. Его омывается Желтое море. На западе примыкает к Бахайскому заливу и является частью формирующейся экономической зоны Бахайского кольца. Второй по величине город провинции Леонин с развитой промышленностью нефтеперерабатывающей, судостроительной, машиностроительной, фармацевтической, электротехнической, электронной. Здесь располагается первая в Китае зона экономического и технологического развития. Долянь – крупный логистический транспортный морской регион, один из центров морского отдыха и курортно-санаторного лечения. Город является одним из крупных центров внутрикитайского туризма, а также привлекает туристов из Японии, Южно-Кореи и России. О развитии дружеских и экономических связей шла речь и на встрече председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко и губернатора народного правительства провинции Леонин Лила Чена. Обе стороны отмечали, что открыты к взаимодействию и сотрудничеству. Заинтересованы в этом и представители бизнес-сообщества. Юрий Шулейко подчеркнул, что Брещене есть что предложить во всех сферах. Сегодня мы прибыли из самых старейших городов нашей страны – Белоруссия. Это город Брест, город, которому более тысячи лет. Регион пограничный, военный. Регион также очень развитый экономический. У нас развита сегодня промышленность, у нас развита сегодня производство сельхозпродукции, и работа продукции. Здесь живут очень роду любилые люди. Мы находимся на юго-западе, это одна из самых темных регионов нашей республики. От этого и зависит наша структура сегодня сельского хозяйства. В том числе мы больше всех в стране производим молока. И по количеству, и по удою на животное непосредственно, но очень много производим мясо. По 30% объема всей страны экспортируем по удовольствию. У нас развита наше настроение, у нас развита легкая промышленность. Мы идем очень к самым интересным. И мы надеемся на теплые отношения, которые мы сегодня проговорим в составе вашей делегации, для того, чтобы понимать в дальнейшем друг друга, близиться не только к дружбе, но и к хорошей экономике. Цель нашего визита состоит прежде всего в реализации достигнутых нашими лидерами договоренностей, а также в укреплении дружеского обмена между нашими регионами. Я вижу, что экономика Брестской области развивается. А еще отмечу, что у вас очень дружелюбный народ, красивая природа и богатое культурное наследие. А поэтому я уверен, что благодаря совместным усилиям сотрудничество Брестской области и провинции Леонид получат стремительное развитие. Стороны определили вектор взаимодействия. Это электроника и робототехника, машиностроение, автомобилестроение, перерабатывающая промышленность, здравоохранение. Это особая сфера, заинтересовавшая китайских партнеров. Как итог, между Брестской центральной городской больницей и Леонидским университетом традиционной китайской медицины был подписан меморандум о сотрудничестве. Мы впечатлились тем, что в учреждениях имеются все возможности для лечения и реабилитации людей. Оборудование, аппаратура. Что удивило и порадовало, достаточно часто в работе применяется китайское иглоукалывание и массаж. Нам интересно взаимодействие и совместная работа по обмену опытом. Также во время встречи города Брест и Долянь заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве, что будет способствовать более плотному и плодотворному сотрудничеству. Многие направления будущего взаимодействия уже взяты на заметку. Сегодня есть несколько сфер, которые интересны и белорусской, и китайской стороне. В первую очередь, это, наверное, те простые вещи, которые сегодня требуют просто нашего желания. Это туристическая сфера. Понимая, что город Дайлянь расположен и к нему прилегает много островов, у них есть большой опыт освоения этих территорий. И, соответственно, на этой пуче хорошо развита система туризма, гостиничного бизнеса. Для нас очень актуально. Гостиниц в городе объективно не хватает, с учетом роста потоков туристов. Поэтому есть большая заинтересованность в том, что мы привлечем сюда инвестора по строительству гостиницы. Второе направление – это образовательный спектр. Например, у нас на территории города два вуза – педагогический и технический вуз. А в Дайляне есть, наверное, с десяток государственных вузов, в том числе политехническая академия, которая дает возможности сотрудничества. Поэтому это еще один рывок в том, чтобы наша наука, и техническая в первую очередь, вышла на некий новый уровень. В дальнейшем, конечно, мы видим возможность работы с медициной. Эти уже шаги, так скажем, наши учреждения здравоохранения города налаживают активно с Дайлянскими учреждениями. И самое основное, конечно, это экономический потенциал предприятий промышленности Дайляня и возможность, так скажем, продвижения или создания совместных производств предприятий на площадках города Бреста. Это машиностроение, автомобилестроение, то, что у них развита электроника. Вот и ряд других направлений, которые сегодня, так скажем, на площадке свободно-экономической зоны мы будем обсуждать. В этот же день китайские гости презентовали выставку нематериального культурного наследия китайской провинции Леонин. Все приглашенные смогли увидеть, как создаются шедевры из бумаги, стекла, сахара, как пишутся картины одним рощерком кисти, попробовать китайские блюда и насладиться хореографическим и вокальным искусством и юмором.